Что, открываем? У кого есть прошлое в области живописи, искусства? Блин, я художку заказываю. Фига. Вот это да, но это уже все. Ну это было тысячи лет назад. Так мелко. Кто на чем играет, потому что я думаю, что большинство знают Андрея и Арсения. Я играю на барабанах. Я играю на бас-гитаре. Какие инструменты, эффекты, может быть, вы используете? Драм-машина или это установка? Нет, живая, полностью живая установка. Нет каких-то контроллеров? Ничего, только метроном. Метроном вы играете на концернах под метрономом? Да, строго. Строго, угол. Есть конц под метрономом. А записываетесь вы по очереди в метроном или все вместе сразу? Нет, записываемся мы нестандартным образом, что касается барабанов. Что-то живое, что-то сэмплированное. Непосредственно, вочку малой записываем по отдельности. В смысле? Ну, как сэмпл от норелки, вот в последний раз. В смысле, вы их триггируете или в компьютере набираете? Нет, в компьютере. В компьютере набираю. А непосредственно железо, перкуссия вживую. Ого. Прикольно. Прикольно, да. Мы первый раз сейчас записывались под метроном. Мы записываемся всегда. Две песни. Записываетесь втроем, да? Мы всегда только лайвом играем, да. Всегда они тоже барабанщика. Да, я знаю, да. Маскетарист. А вы где еще, собственно говоря, играли до свидания? То есть у вас были какие-то детские амбициозные какие-нибудь проекты? Ну, конечно. Были разные. Ну, в смысле, там дождь. Альтернативные. Альтернатива была? Гранж какой-то такой? Ну, больше такой, типа, рэп-кор. Я с металла начинал. Серьезно? Да. С какого? Ну, такого. Что-то среднее между Арией и Металликой. Коль. Что по турам? Какие были интересные случаи? Может быть, причины отмены концертов из-за каких-нибудь косяков организаторов? Концерт не отменялись. Ну, концерт... Не, ну, мы один раз застряли в Вологде ночью. Мы решили поехать на машине. И почему-то решили сделать это зимой. Там, 3 января мы выехали из Петербурга. В итоге уже ночь. Мы там отъехали километров 300 от Петербурга. И мы поняли, что как бы во всей России это лютейшая зима. То есть у нас в Петербурге минус 15. Нам на Новый год может дождь идти. А там ночью везде минус 30. Блин, лютый, мороз. И у нас просто вэн ночью не выдержал. То есть там от перепады теплоти. Там какая-то труба лоб, древесло масло вытекло вообще. Вот, то есть машину нельзя было заводить. Вот, и мы где-то на трассе ночью по 40 километрах от Вологды. Мы 5 часов мёрзли у кого-то, известно, кровь пошла. Ничего себе. Там вызвали эвакуатор, но этот эвакуатор ехал 5 часов. Мы в итоге 5 часов просидели. Да, я уже успела МЧС вызвать, потому что мы замёрзли. И когда МЧС уже начали совершать какие-то действия, вызвали, ну, как бы отправили к нам ГАИ, чтобы они нас забрали. Эвакуатор появился, я всё отменила. А кто у вас водит? Ну, вообще, мы брали с водителем, да. Но вот сейчас поедем в тур, и я буду за рулём преимущественно. Вот, ну, если Диана мне поможет, Диана получила... Какой маршрут? До Урала я обратно. Вот, 12, по-моему, городов у нас будет сейчас. Какой финальный, какой город самый дальний? Самый дальний Магнитогорск. Я, честно говоря, не знаю. Здесь как вот нужно заливать, чтобы прям всё было так вот... Выбери какую-то одну цифру, вот я вот крашу. Ну, я крашу 24. Старайся вот тут рисовать, слушай. У меня есть 77 номер себе выбрал. Вот это вот моя часть, вот это твоя. Да, надо было раньше говорить. И ещё, видишь, я левша, а ты правша, и мы вот так и снимем бурочки тебе. Поэтому тебе нужно рисовать здесь, а мы тут давайте подвинем. Ладно, короче, ребята, у вас альбом называется цифрами. Почему вы называете альбом цифрами? Вам нечего сказать или это какая-то концепция определённая, в этом и есть какой-то особый смысл? Нет, концепция. Нет, когда первый альбом назвали первое, ну, это как бы на поверхности, наверное, лежало, да. Первое свидание. Вот. А дальше возник вопрос. Называть второе, ну, это уже будет, наверное, как-то региально. А, и назвали номер два? Да, решили назвать номер два. Когда думали названием третьего альбома, то... Назвали просто три. Не обязательно в название вкладывать какой-то смысл, текст там заумный. Мне кажется, всё есть непосредственно внутри, в треках. Вот, просто здесь кто как считает нужным, стоит ли прям... Это как какое-то событие. Вы решили не отвлекаете внимание? Да, 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 да. Составляющего. А вы следите за развитием музыкальной сцены на Западе? И есть ли у вас какие-то важные группы из современных? Сказать так, что открываю и смотрю так, что у нас там нового, такого нету, то есть... Но при этом есть такие исполнители, которых невозможно не заметить. Вот, естественно, ты в них начинаешь немножечко слушать, и что-то... Бывает, что-то находишь, бывает полностью типа нет, вообще не мое. Нет, ну я, например, у меня уже давно там определилось три сайта, на которых я периодически читаю. Там, рецензии... Отечественные или зарубежные? Нет, это всё зарубежные. Пичфорк, Роллинг Стоун и NME. То есть, если я хочу там услышать, прочитать какую-нибудь рецензию про какого-нибудь там Аксакава в области музыки, который выпустил новый альбом, там, Стинг выпустил новый альбом, или Фил Коллинз выпустил. Или Додж Стинга сейчас выпустил новый альбом. Тогда я иду на Роллинг Стоун. А если хочу каких-то молодых музыкантов, то там Пичфорк. А, кстати, там уже, по-моему, только один рэп остался. Ну, какой-то, да, но если к тому, что там вообще стало, ну, как бы, преимущественно... Знаете, мне Пичфорк очень нравился тем, что там периодически интересный металл всякий был экстремальный. Периодически. Это как-то вообще, скорее, исключение, да. Ну, рэпа, да, много. Ну, я не знаю, у нас, кстати, был заготовлен вопрос про то, что рэп – это музыка номер один. Как вы видите, гитарную музыку в нашей стране. Ага, в будущем. В будущем, да. Ну, у нас просто все, видимо, корчат из себя гангстеров. Ну, да. Да нет. Это вымораживает. Ну, то есть, есть там, вот, как, есть хип-хоп, типа, музыка восточного побережья. Я, в принципе, очень сильно ее люблю. Вот, я есть гангстер-рэп, типа, западного побережья, я его просто терпеть не могу. Ну, нет, это все, что уже началось в 90-х, это уже жестко. Не, ну, сейчас же на топе, там, Кендрик Ламар, Тайлер Декреатор. Ну, Тайлер Декреатор, ну, я считаю, что современный хип-хоп, он очень сильно, как бы, начинает смешиваться с гитарной музыкой. Если уже, ну, как бы, искать каких-то более молодых исполнителей или всяких там эмо-рэперов, то они используют рок-атрибуты, гитарную музыку. И, может, ничего удивительного не найдешь в том, чтобы... Типа, как у нас «Анакондус». Какая-то... Нет-нет-нет, совсем, это совсем по-другому. «Анакондус» — это ближе к какой-то мазафаке, мне кажется. Я, как бы, их не слушала особо, но вот, мое первое впечатление. Есть такое, слышусь. Вот, а они именно к такой более лиричной, гитарной музыке. То есть у них даже, как бы, кумиры частенько всякие луриды. Тот же Янг Лин. Ну, хотя он уже не такой новый, как есть Панаме, ребята, но, в общем. И можно зайти в Инстаграм какого-нибудь современного рэпера, и он будет очень круто играть на гитаре и создавать какие-то достаточно инди-атмосферы. И инди-видео. Это очень прикольно. Я думаю, так. То есть все идет к тому, что все со всем смешается и будет... Ну, с другой стороны, может, это и типа и не круто, потому что раньше люди как-то идентифицировали себя через музыку, говорили, что вот, я слушаю этот жанр, и жили в рамках этого жанра, и как-то... Ну, это помогало им самопределиться. Все хорошо в меру. Ну, вы как считаете... Так вы не ответили про конкретно. Магдемарко или ТММ Павла? Ну, для вашей группы. Ну, для нашей группы, наверное, больше Магдемарко с легким оттенком теми импалко. Ну, в смысле импалы, типа, они как-то все равно больше с аранжировками парятся, что они... Да ладно, у Магдемарко такие аранжировки-то, чему? Ну, все равно, он как бы... Эй, Сент-Вайлент. А вам тогда встречный вопрос. Это все брючалки. Нет, блина. А вам тогда встречный вопрос. Так возьми, одиннадцать, напиши. Ну, типа, ты импалы, а ты прогрессив. Ну, понятно. А вам встречный вопрос тогда? Тай Сигул или Блэк Сэббот? Блин, так это типа две стороны, одна медаль. Ну, ладно, в том-то и каверность. Блин, ну, я вообще-то на днях узнал, что Оззи даже читать толком не имеет. Может, он такой чел, да, не особо далекий. Типа, читать ты имеешь в виду его грамотность? Да, да, да. Ну, там же в основном все тексты басист писал. Поэтому, ну, поэтому... Концептуально, ну, не знаю. Ну, Оззи уникальный голос. Да. Ну, и Франк Мэн, он такой веселый. Из-за того, что гитарист не мог играть быстрые песни, типа, они, значит, они придумали, прото думали, как слайдш, но все это... Ну, да. Просто я когда слушал ваше творчество, у меня как раз вот эти вот две ассоциации с этим, с двумя группами, так сразу первое, что мне... Ну, отчасти, да. Ну, типа, я довольно-таки люблю тяжелую музыку. Поэтому, наверное, все-таки Блэк Сэббот. Более каноничная, чем Тай Сигул. Ну, Тай Сигул крутое тоже, но, типа, да. Ладно, так вы не ответили. Это какой-то блюз? У вас есть какие-то современные артисты, типа? Любимые? Кого конкретно не ответили вы? У меня все стареет. Слушай, ну, вот из последнего. Мне понравился альбом Кендри Каламара. Последний. Чайл Диш Гамбина мне понравился. Вот это то, о чем я говорил, что это такой смесь всего. R&B, фанка, рока, там, хип-хопа. То есть, да, такая полная эклектика. Мне кажется, я начал на шестерку залезать. Тут была пятерка. И потом... Или это шестерка? Да вы просто это... Представьте себя в Бан Гогом. Ну, типа, просто границы, чтобы были размыты. А нравится женский вокал вообще? Я терпеть не могу женский вокал, если он высокий. Вот я хотела об этом спросить. Я люблю, как у Кортни Лав. Ага, понятно. Вот, идеал женского вокала от Кортни Лав. Мне очень нравится. Люблю низкий голос. Поэтому мне Snail Mail, например, не нравится. То есть, многие говорят, о, Snail Mail, очень круто. И, как бы, она очень крутая, но мне не нравятся высокие вокалы. Я ничего с этим могу поделать. У меня вообще есть такое предубеждение. Обычно в гитарных рок-группах, связанных с женским вокалом. Вот ничего с собой не могу поделать. Есть группы, которые... То есть вы сексисты? Да. Ага. Наверное, в рок-музыке... Я не знаю, я люблю женский вокал. Ну, там, Арету Франклин мне нравится. Там, Дасти Спрингфилл нравится. Я обожаю женский вокал вообще. Это отдельный же жанр музыки, как female vocals. И даже подборчики в плейлистах есть. Я тихо добавляю песню. А, Бивинг Голлс, например. А, три года подряд уже на 8 марта, типа, у меня стабильный диджей-сет. Я часа 4-5 часов все поставлю, только женскую музыку женского вокалом. The Knife. Мне нравится, локалистка. Нико. Да, да. Вот, я не хотел тоже вспомнить, да. У меня, в принципе, когда я смотрю на ваши обложки, почему-то, ассоциация сразу сверлит на теграунд, потому что у них стоит там там бурин. Чем занимаетесь, работаете ли еще на работах по новой музыке? Пять лет простоял за стойкой бара. Бармена. Только одного, да. Еще до этого тоже работал. И вот я в с августа я уволился, да. Удареньки справляются. Делают работу за басистом. Да, да, нам нельзя останавливаться. А как часто вам приходилось в процессе, ну, там, туровой деятельности или в городе встречаться с музыкантами? Были ли моменты, которые вам не нравились в них? То есть, как себя ведут современные музыканты, которые считают себя, ну, более-менее, чего-то достигшими? В смысле, встречали ли мы такие? Ну, общались, было ли? Ну, имеется в виду, что выступали там на одной сцене. На своей творческой путите. На гримерке. И какой-нибудь музыкант вел себя, как-нибудь так. Из группы. Так отвратительно. А ты думал, что он такой классный? Разорсение. Разорсение, конечно, да. Именно вот в последнее время я вообще поражаюсь как раз дисциплинированности музыкантов, что все уже, как бы, ну, перестали просто это все, типа, мешать с просто какими-то вечеринками и пьянками. Сейчас это все, как бы, уже на какой-то более осознанный путь встало, ну, по крайней мере, в нашей какой-то вот отечественной сцене. Все прям реально начали, как бы, взялись. То есть, все более-менее все дисциплинировались. Да, да. Как в В8 есть такой. Как в скейтборде. То есть, там, в нулевых вообще это скейтборд, и там панк-рок, и пиво. Это были вообще неутъемные составляющие. А сейчас даже есть скейт-йога, типа, специальная йога, которую ты делаешь перед тем, как пойти покататься. Очертания дома, мне кажется, так и не будет. Я зря учился. Я уже даже не знаю, что это. Я уже порисую, я уже даже дом. Ты уже по цифрам, типа, даже не особо понимаешь, как я хочу. Какая цифра. Ладно, сейчас я сделаю немножко поточнение. Насчет хейтерства. У вас есть хейтеры? Я вообще не замечаю. Не замечаю. Бывают какие-то, но я вообще ничего не замечал. Что прям там, слышь, парня, там, да вы вообще... В первом звуке, в первом звуке же все хейтеры бывают. Когда они есть, то скорее хорошо или плохо, ну то есть это показатель чего? Вообще, конечно, хорошо. Показатель того, что как минимум есть вероятность, что этот человек изменит свое мнение и потом пожалеет об этом, что он... В любом случае, мне кажется, это определяет, что творчество неравнодушное, это уже хорошо. То есть человек послушал специально и написал, как ему это все не нравится. То есть вы себя позиционируете, как я встал, судя по вашему разговору, как группа для женщин? Ну почему нет? Ну это имеет место быть. Не, мы себя особо никак не позиционируем. Мы просто играем. Так сложилось. А насчет ненависти утром? Песни Андрея Заверти. У вас есть вот такой вот какой-то артист, который вам мозолит глаза и у вас раздражает? Вот смотришься, там, влезь, на все. Да что вы все его слушаете, мать твою! Какого хрена или там... И просто перемываете косточки. Уже такого нет. Уже на это силы не тратишь. С возрастом силы тратишь на другие вещи. Ну то, чтобы подняться. Рейтироваться и пойти заниматься. Как вы считаете, кто скучнее барабанщики или бас-гитаристы? И почему тот удаст самый смешный ответ, получит эту картину. И дорисует ее, по-моему, всегда. Пишите ответы в комментарии, и вы сможете выиграть эту картину, немного незаконченной, но с нашими автографами. Если я никому-то не знаю. И это рекомендJack. Субтитры подготовлены,